У нас есть каталог, в каталоге, соответственно, это 17-я страница. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Пока идет подготовка наших первых конкурсантов, напомню просто регламент для тех, кто еще не был. Регламент простой. 5 минут наступления, 5 минут на вопросы. Если готовы, то я готов запрутить тайм. Сейчас будет волшебная кнопка нажатая, и тогда время пройдет. Готовы? Доброе утро. Спасибо большое, что собрались сегодня. Я хочу сказать, что меня зовут Екатерина Белизовская. Я училась на высших курсах сценаристов и режиссеров, мастерской игровой и неигровой кино Керасимова-Добровольского. Во время обучения я сняла пару учебных работ, которые участвовали в фестивалях и были отмечены на их признание. Фестиваль «Существозаноси», который устраивает высшие курсы за лучшую режиссерскую игровую кино. Фестиваль от кино за лучшую операторскую работу. Сегодня я представляю вам сценарий своей дипломной работы «Голоса». Я спешила видеть, что мы еще нечего не сняли, поэтому тут титер, как наше представление, наша лоялочка такая. Можно? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем? Отлично. Голоса – это история Михаил Полякова о компьютерной технике, который получил в подарок мобильный телефон. И на этот телефон начинают переходить звонки, которые считают ему Полякова, Александра неким успешным бизнесменом. Сначала Полякова это раздражает, но в итоге он вливается, начинает жить жизнью Александра, рефимать бизнес-решения с большинские сердца. В итоге, когда телефонные звонки превращаются, Александра неким успешным понимает, что он жить уже без этих телефонных разговоров не может. В кино есть одно золотое правило – не снимай, не пиши того, чего не знаешь. Эту историю я знаю, вот эта история, она про меня. И практически каждого здесь в зале. Заметьте, за пять минут до пичинга, даже во время пичинга, кто-то сидит в своих мобильных телефонов. Мы не можем от них оторваться. Мы не можем оторваться от 500 сетей. Хотя мы прекрасно понимаем, что это отнимает от нашей жизни, от наших близких самое важное – это время. Так вот, фильм именно об этом, о том, что мы погрязли в своих мобильных телефонов, не замечая окружающий нас мир. По поводу референса. По жанру это «Косетап американцев», потому что это фильм про крестьянского возраста. Я считаю, что сейчас очень мало фильмов про крестьянского возраста. По поворотным сюжетам – это «Бойцовский клуб», а по художественному выполнению – это будет «Возвращение Звягинцева». Итак, к сожалению, мы только недавно написали сценарий, поэтому мы только одного героя вам принесли нашего. Пожалуйста. Это мобильные телефоны. Это один из наших главных героев. Мы предлагаем пожить вам 3 минуты, еще 3 минуты пожить вам в жизни нашего героя. По поводу, значит, ваша главного героя. Это только типа, что представляем, как мы их видим, да, кто это может быть. Далее, по поводу съемка. Все съемки будут проходить в Москве. Это будут национальные съемки, офис Поляковой и квартира главного героя. Итак, а теперь по поводу наших бюджетов вам сейчас скажет мой проектовый продюсер Алексей Богданович. Спасибо, здравствуйте. На данный момент у нас готов сценарий. Готовы, ну, есть договоренности с членами съемочной группы, есть режиссерки сценарий КПП и просчитанный бюджет, который составляет 500 тысяч рублей. Вот особенно нам нужна техника. Мы планируем снимать 9 мен, и также мы хотим сначала снять короткий ментор, ставить его на российских и международных кинофестивалях, ну, а затем дополнить сценарий и снять уже полный ментор. Спасибо. Спасибо. Идеально углубились во время. Вопросы у жюри, может быть, что-то непонятное, или, наоборот, что-то интересное? Там был у вас микрофон где-то. А, вот, можно микрофон уже и берем? Спасибо. Если сообщение от КППП, то у вас последствия нет. Спам. Нет, это не спам. Это не спам, это наше деловое предложение. Микрофончики. Нет. Зачем нам снимать кромитажный фильм, если вы хотите сделать кромитажный фильм? Я вот никак не могу. Ну, изначально задумался, это была моя дипломная работа. Вы сняли уже баночку? Нет. К сожалению, мы ничего еще не сняли. Поэтому сначала... Вы сняли еще курс? Ну, я ее сняла, но не защитила диплом еще, да. Это моя краса защита диплома. Да. Это даже себе диплом. Да. И сначала, как бы, например, это было на «Вумерии, как меня зовут?» Микина Светулаева в фильме. Она сначала заняла «Колоткий метр», поставила ее в «Нотавле», а позже сейчас она прошла уже с «Коломным метром, как меня зовут?» Нет, именно как меня зовут, «Коломным метром». Но, с предметом, был шиповник, курсовая работа, да. Походим. Еще вопросы. Продюсеры, техника. Прозвучало, если я правильно, то, что необходима техника. Нет вопросов. А, скажите, а почему вы не просто монтажите? Дело то, что самая режиссер монтажа. И с «Подпродакшеном» у меня пока сейчас меньше проблем, нежели чем с «Подпродакшеном». Поэтому я считаю, что я сейчас решила решить проблемы по мере поступления. И это сам «Подпродакшен». Работа с «Матерупой» — это кто у вас с «Отпродакшеном»? Ну, например, из нас встают наши операторы, Александр Кубасов. Да, остальные — это кто-то из моих знакомых, которые мне помогают, безусловно. А кто-то уже отдельно сторонним, кого мы будем действительно нанимать за деньги. У вас 40% бюджета уйдет на экономическую руку, да? Ну, по большей части, да. Потому что я считаю, что картинка — это все-таки мы кино снимаем. Мы не рассказываем, пишем, а мы кино снимаем. Поэтому картинка... Ну, до 30 минут, да. 30 на моте стол по бегалке — 30 минут. Ну, то есть это сознание будет? Да. Примерно вот такой хрон-монименту ваших. Да. Спасибо. У нас здесь есть еще наши партнеры, молодые продюсеры. Может быть, какие-то есть вопросы? Федор Друзин, компания «Велесфильм», Иван Золотухин, компания «Фестагент». Может быть, у вас есть вопрос, так же? Может, подключаться к дискуссии, но и поэтому по следующим проектам. Я могу очень короткий комментарий сказать. Как раз... Я просто заметил по заявкам очень много проектов по 30 минут. Для коротких комментов просто хотел подчеркнуть этот очень сложный формат как для истинного на сценарном уровне, так и для реализации на фестивале по существу 7 минут. Спасибо. А почему? Почему? Потому что 30 минут за пределами нашей страны очень сложно продвинуть, это сложный формат, он не очень интересует фестивали, и сложно продержать интерес зрителей, во-первых, на курсе, а во-вторых, просто по регламентам на этот фестиваль 30 минут не стандарт. И с точки зрения структуры сценария, ну, это как бы на вкус и цвет, конечно, но есть особенность полного метра и особенность короткого метра. Короткий метр – это анекдот, условно говоря, а полный метр – это рассказ. Так вот, рассказ-анекдот – это странный формат, на мой взгляд. И опыт доказывать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо первому конкурсанту. Было прекрасно. Начало. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»